здравствуйте друзья добрый вечер вопрос такой почему пропорционально очень много людей получают рабочие визы из индии то есть если мы даже посмотрим на количество населения ну понятно что допустим в российской федерации там в 6-7 раз меньше населения чем в индии но с другой стороны мы можем посмотреть на китай и в китае население больше чем в индии так насколько я понимаю но тем не менее количество рабочих виз полученных гражданами индии она просто несоизмеримо выше никак не соответствует пропорциям по населению и почему это происходит вопрос чем они от нас отличаются что в них такого есть там правда вопрос такой что вот мол все почти все визы уходят там людям из индии и китая и китай по сравнению с индии довольно скромненько выглядит я бы я бы не стал вообще китай упоминать в этом в этом аспекте значит почему это происходит есть много причин но но безусловно конечно если там население в 7 раз больше то вы можете как бы так среднестатистически может быть ожидать что и и виз там будет 7 раз больше но тут же еще вопрос языка давайте мы с этого начнем все-таки они говорят на английском языке они не то чтобы это родной язык у них есть свой родной язык но тем не менее английский у них достаточно распространен это образованные люди они чтобы получить рабочую визу они там получают степень там какую-то в университетах в университетах обучение идет на английском то есть это люди которые абсолютно свободно владеют английским то есть у них конечно акцент и я хочу сказать что есть такие что их понять вообще невозможно и не могу сказать что их много но есть такие что понять невозможно и но может быть они там как-то друг друга лучше понимать я не знаю но тяжело бывает совсем тяжело но в основном они очень прилично говорят на английском во вторых когда мы говорим про английский север индии они очень чисто и хорошо говорят с точки зрения произношения юг индии у них больше каши во рту в том как они разговаривают поэтому конечно может быть не так здорово но тем не менее действительно языковой барьер это большое дело если вы посмотрите например и сравните на тех кто в китае живет и те кто в индии живет это несопоставимо просто вот владение английским языком не сопоставимо насколько в индии с этим делом лучше ну и в культурном смысле тоже конечно то есть они немножко ближе безусловно их своя очень глубокая культура так же как и в китае например и так далее но они они в известном смысле близки потому что у них британская система образования у них много англичанами было создано такого что делает них во многих отношениях как бы понятными близкими и так далее в соединенных штатах кроме того надо сказать что может быть это не очевидно но очень много денег из индии инвестированы в айти индустрию соединенных штатов я помню когда только столкнулся с этим впервые это вот было в начале девяностых там очень много индийских денег было например там в крупных компаниях там я я боюсь там перебрать конкретно там название но там и и сайбэйс и а я не знаю там была такая компания гупта даты бэйс компания я потом кто-то там съел по ходу дела и informx и citrix там и так далее то есть в индии много денег причем там давно много денег поэтому и из индии давным-давно большие средства вкладывались в американскую айти индустрию в отличие допустим этом российской федерации соответственно людей из индии в соединенных штатах айтишных давно много это не то что вчера началось но сегодня их так много что появляется новый фактор в том почему почему много вис выпускается потому что их уже много давайте если бы например скажем было поровну людей из индии и российской федерации в сша то может быть и количество виз выданных новых виз выданных жителям индии и российской федерации было бы если бы не равно так сказать но приближалась друг другу но есть как бы пропорция чем больше людей из этой страны тут есть да тем больше концов возникает между соединенными штатами и этой страной тем больше новых виз будет выгидана выдана потому что тем больше новых виз будет запрошено в индии плюс к тому находится очень очень много людей ну то есть я не это насчет миллионов но сотни тысяч определенно которые работают в крупных американских компаниях и не только в крупных то есть вещи которые просто есть проекты которые просто баутсорсинг идут в офшор а есть компании которые создают громадные просто чудовищных размеров подразделения в которых работают тысячи и тысячи и тысячи людей в индии например мы кстати видим в индии очень много выносятся колл-центры то есть там сидят девчонки которые отвечают на вопрос на звание вроде в банк тут вот за углом банк а потом бах а там с акцентиком кто-то ты говоришь а ты где а где там вот в калькутте там сижу девчонки образованные с хорошим университетским образованием они готовы работать и в ночную смену там и и так далее и качество саппорта который ты получаешь от них в целом намного выше чем за те же деньги ты можешь получить здесь если там за не знаю за 6 долларов в час будешь кого-то нанимать или там за 7 день в глубинке ты имеешь гораздо более качественную поддержку я не хочу сказать что всегда качественно то есть там тоже занимают время там тренировать и так далее но но все-таки те кто занимается аутсорсингом саппорта вот я знаю людей компании которых саппорт туда выносит они просто вздохнули с облегчением поэтому там очень-очень много бизнеса который туда уже ушел и ты не можешь это отдать в страну которая не англоязычная как она как они саппорт будем поэтому уже очень много связи и эти связи генерят больше связи уже родственники уже семьями уже там еще чё-то я помню был один парень он где-то в спорте светлана на работу и она ему говорит что отчет и вот в америку он ты понимаешь что произошло вот учились могут в университете закончил у нас 25 человек прошло три года и в индии осталось только трое это вот я там еще два парня остальные все в америке ну и чего год знакомых нет значит как бы круг общения какой-то разрушенный бит но вот так вот они до сюда притащили вот и все тогда было проще с визами тогда квота была не 65 тысяч как сейчас было время когда его очень существенно увеличили там было несколько лет когда по 200 тысяч был в год поэтому нужен человек привез вот так так и работал значит если бы если бы вот не эта квота который сейчас 65 тысяч а мы знаем что было подано там 240 тысяч заявок в этом году я не знаю сколько из них оказались бы из индии но может быть из 240 может быть 200 там 15 оказались бы из индии не знаю вот поэтому эту это уже такой процесс это лавина пошла то есть сегодня этот вопрос вообще не возникает чем они от нас отличаются они отличаются от нас тем что их здесь уже тьмы и тьмы и тьмы понимаете поэтому соответственно поток очень мощные и они будут привозить больше и больше и больше народу что еще сказать может быть им комфортнее знаете люди которые нанимают и может быть комфортнее занимать людей из той же культуры поэтому они может быть так с меньшим интересом смотрят при прочих равных допустим на людей которые приедут из китая или россии или там бразилии и тогда я я могу сказать что я специально прежде чем говорить на эту тему пошел поискать сколько там по странам получается и не нашел ничего более свежего чем 2008 2009 год то есть там 67 лет назад но я думаю что в пропорциональном плане навряд ли что-то изменилось кардинально так вот там из мексики вот в эти там два года из мексики было почти вдвое больше людей по рабочим визам чем из российской федерации почему ну потому что здесь уже много народу из мексики потому что связи вот 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 поэтому так что я не думаю что это сильно связано с тем что люди живущие там в российской федерации допустим не хотели бы поехать хотя наверно тоже и пропаганда работает и может быть некоторое я бы сказал привилегированное положение айтишников потому что они многие работают как бы на иностранных проектах там как бы зарплату в них в долларовом эквиваленте и они как бы лучше себя чувствовать чем может быть инженеры механики там или еще кто-то химики но я думаю что просто вот так как то получается что нет нет такого большого количества людей которые реально могли бы с точки зрения квалификации с точки зрения там я не знаю чего еще владение английским с точки зрения реально реального желания это делать и так далее поэтому какие бы не были причины но мы видим вот у нас на канале мы видим и вебинар я вел там по резюме cover letter там методом поиска работы и так далее мы видим что есть какое-то количество людей которые интересуются но вот я помню те резюме которые мы разбирали я помню я помню этот этот процесс там я не помню там чтобы было много таких но вот крутых на расхват знаете то есть есть люди которые хотели бы но я думаю что те которые реально круты но реально круты наверное они уже тут если они хотели быть тут я помню вот конец девяностых когда это все просто было относительно и там я не знаю девяносто восьмой девятый двухтысячный тогда это было в общем местом таким когда говорили что все кто хотел все уехали по рабочим визам не было тогда проблемы по эти была проблема что человек живет в россии он там специалист но может быть даже и не бог весть какой специалист я помню что ну так и средней руки тоже был полным полно вот захотел там резюме послал и тебя уже берут зовут и ты уже работаешь то есть я отлично помню это время сейчас вот с этими квотами когда у тебя четыре человека на место и в общем сложно стало знаете сложно стало и сейчас компании больше зажимаются с точки зрения денежной вот допустим девяносто восьмом девяносто девятом в двухтысячном с этим интернет бумом там любые деньги платили там народ не смотрел а вот уже после интернет бума когда обвал произошел стали как-то поясочек так под затягивать и лишних денег вот как бы нет нет такого чтобы вот так не глядя швыряться поэтому не знаю может быть с учетом того что уже много лет в индии очень значительный аутсорсинг и они же работают там на ведущие американские компании у себя поэтому может быть там колоссальный просто колоссальный ресурс колоссальный резерв людей действительно высокой квалификации я не могу судить я не очень в этом как бы бизнесе но я не удивлюсь если это действительно так то есть масштабы аутсорсинга в индию не сопоставимы с масштабами аутсорсингом я не не то что в любую другую страну со всеми другими странами вместе взятыми поэтому так я так думаю я еще раз не не то что я сильно в этой теме я конечно общаюсь там с людьми которые компаниях работают и рекрутеры иногда но наверное есть люди которые ответят намного точнее но вот из того что я вижу как бы поскольку вопрос мне адресован вот из моего окошка такой вид счастливо